Говорим о концепции предыдущей игры, о текущей. Здесь, в принципе, все понятно. Да, то есть есть фоид, есть хрансфера, и туда мы заливаем все, что можем и все, что умеем. А заливать есть что? Это и проказ Элдар Титана, и, разумеется, проказ Леона, ну и ДП с своими спиритами. Также навалят там. Будь здоров. Кстати говоря, по поводу Death Prophet. Сейчас я посмотрю почту. Да, там базовый урон от Сифона уменьшили. Причем уменьшились значительно с 25 до 16. Ну, как бы то ни было, сифон сифоном, да, но пуш потенциала этого героя еще никто не отменял. И тот ДПС, который ДП вносят, также все это очень круто. Думбрингер заезжает с ласт пиком для Ауяян. Ну и это получается Queen of Pain Center. Дроу в легкой, на сложный будет Дум, ну и, соответственно, Феникс и Верспирит. Герой, который будет бегать и передвигаться, собственно, по карте, саппортить, наводить движуху. Ну вот, по-прежнему, обратите внимание, у Яян, что в первой игре такой себе контроль, да, но огромное количество замедления. Что здесь? Один в один. Как бы опять для них это не стало проблемой. Ну и Бомфлетчер. Ласт пиком для Ихонкин. Не знаю, мне как-то пику Ихонкин нравится гораздо больше. Вот, ребята, ну, не берусь их обвинять, но они играют в такую стабильную 6.87 доту. То есть, это уже давно проверенная мета, да. То есть, Мулайт на фейслис войде ушел, поднялся в 6-й левел. Все, трансфера есть, прилетел, раскрыл, убили, не убили, отправился дальше фармить. То есть, максимум профита. Выжимаем из одной хроуна. Все просто до безобразия. Ну что ж, поехали по составам команд. Ихонкин на Death Prophet у нас, как и в прошлой игре. Ну, на центре, разумеется, будет играть Смайлик. На Лионе товарищ номер один. Бонфлетчер. Тоже очень интересный китайский товарищ. GDH играет на Elder Citan'е и Мунлайт на фейслис войде. Будем пристально за ним наблюдать. Потому что в прошлой игре, как раз-таки первые 15 минут, он давал такой, как сказать, сомнительный импакт. То есть, очень много фидеал. Но главная задача, которая от него требовалась, а именно ставить францферы. Хорошую францферу. Он, в принципе, с ней справлялась. Хорошую ему такую четверочку. Ну что ж, и команда Way. Draw Ranger. Это Джентоки. На Queen of Pain играет Шайнинг. Лайтс. На Фениксе Earth Spirit. Тоже очень интересный китаец. И Джади будет играть на Doom. Начинается также очень спокойно. Нет никаких смок забегов, смок гангов. А могли бы. Вообще, у нас прошлая игра была очень-таки богата на фраги. 17 минута, 20 фрагов. То есть, все очень хорошо. Ну и общий тайминг игры, 36 минут. Темп игры также очень был быстрый. Приятно было наблюдать. Я думаю, здесь, возможно, даже будет гораздо быстрее. Хотя, хотелось бы, конечно, посмотреть. С утреца такую бодрую доту. Часика на 2, на 3. Мунлайтс. Прошлую игру начинал с леса. Надеюсь, сразу закупился на Проманшилд. Есть у него еще обсервер. Ну и отводит себе уже и Крепцов. Ну, разумеется, будет с этим против триплей. На центре Queen of Pain против ДП. С леса начинается у нас Хардовый Дум. Причем, я так понимаю, Джадди отсюда выйдет вообще не скоро. Это у нас получается на фрид-линии Белл Флетчер. У саппортов развязные руки. Элдерсона Леон. Леона в 87-й доте начали уже активно наигрывать. Да и в 86-й. Появлялись игры на постсцене, где этот герой из классического гангера, из классического плеймейкера, начал превращаться в бэбиситтера. Не скажу, хорошо ли это плохо. Так, смайлик. А не ошибаешься ли ты? Шайнин. Блин. Сифон. Задувка. Кто кого? Есть все-таки фестблат для Дэв Пропит. Ошибается Queen of Pain. Нельзя, нельзя недооценивать. Сифон. Даже несмотря на то, что его порезали. Монлайт. Без хилок здесь Войт. Войта там Волка нет. Лайт. 285 МС. Монлайт. 251 МС. Он под леденными стрелами. Уже 300 МС. Монлайт сейчас, конечно, очень много ХП теряет. Да, он развлекает кэри команды. И там одного двух крепцов Джентоки да потерял. Но все под контролем. Ребята, у меня все под контролем. Не волнуйтесь. В те времена у нас появляются очередные руны. Феникс не получилось украсть на Икарусе. Баунти. В свою очередь Элдорст Титан поднимает реги. Это будет огромная проблема для Уэй. В свою очередь Вайда отсюда прогнать не получается. Войт несет себе Тангус. Да, Монлайт отсюда не собирается уходить. У него все хорошо. Да, дровка фармит. Но он свой выносит. Здесь все, что нужно вайду, это получить хрон. Все. В свою очередь Бон Флетчер на Абсолютом Фри. 16 на 4. Никто не мешает. Вот Дум только-только сейчас подтягивается. Лео 3.5. Ну, у Дума здесь будет все просто. Ему эти 800 хп, да даже там под второй, под третьей землей было сносить очень быстро. И Джаде нужен будет какой-то толковый плюс. Диа. Диа. Субтитры создавал DimaTorzok Ну да поэтому сама есть фласочка и еще чарж бутылки Отправляется за руной Также параллельно здесь Earth Spirit 59 секунда забирает хасту Прямо с подноса у мидера команды Хоумкин Но в свою очередь Квин оф Пайн на верхней линии подбирает баунти Вот пока не хватает Каких-то более-менее толковых передвижений От саппортов команды Хоумкин Есть станд поджади На сей раз конечно здесь Дума отпускать не будут Была попытка засуицидиться от нейтралов Но и нейтралов таких не прощают Вообще непонятная игра От Дума в принципе Окей ты уходишь в леса С самого начала понимая что тебе не дадут фармить В сложной линии Даже не то что фармить Ни о каком фарме здесь и речи Не дадут хотя бы Экспириенс получать Да начнем с этого Но с получением четвертого левела Ничего не поменяется Да Разве что был расчет на то что Он придет четвертый А саппорта был первый там какой-то второй Ну хз Пока Дум пришел и фиданул Ну разумеется уже возвращается опять в свои леса Да убить его конечно будет уже не так Просто у него вторая земля Райдропс появился но Так бы тусовался в своем лесу Сейчас бы уже выходил бы 6 лев В миде Queen of Pain 21 на 8 против ДП 24 на 5 Ну не будем забывать что Смайлик взял Здесь взял ФБ Тем временем Внизу операция Леон Леон ну Будь здоров А где Фрустарус? Да ладно Вы так просто его отпустите? Обалдеть Санрей Кажется нет Леон все таки здесь умирает Моллайт немножечко профтакал Может быть даже сам не поверил что его тиммей так легко отдаст Ну действительно это была какая-то легкая смерть По другому не надо Но тем временем ДП приходит на нижнюю линию Нужно банально просто накинуть сифон Джунтоки и Джунтоки умирает Но Джунтоки ромятся По тавру Сразу есть сейфтипи от Верспирита Верспирит отменяют Джунтоки говорит Все спокойно Не надо Без паники Моллайт Что у нас по войду Войд почти уже шестой левел И вот начнется движуха Как так-то вей Я вот не понимаю Просто задумки Задумки пикера У команды ВИАН Именно Джунтоки Находятся Но я думаю вряд ли он Красный капитан Как это координирует Все-таки на позиции Кора Это достаточно тяжеловато Хотя вот смотришь У него Крипстат 27 на 11 Там конечно Войт он мешал Вызок Может действительно Он у них Координирует Кто его знает Но не суть В том плане Что На всем времени Он на топе Проблемы У Бон Флетчера Бон Флетчер Сонарай Как же больно Как же больно Бон Флетчеру И есть 70 хп Выживает Кири команды Хомкин Все-таки В прошлой игре Мунлайт Был один из основных героев Который ворвался До охрана сферы Это было очень важно Да там конечно И овер Рассвишный Джиггернаут Бегал И Тинкер Которого никак Нельзя было убить Там Пятый Дагон Блинк И Платстол На 20 зарядов Да 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 Все это было Так же очень круто Но разогнались Эти герои Как раз таки За счет Вайда В первую очередь Ну там подъехала Первая вышка Для Ихоум По Нетворсам Бон Флетчер И Дэд Кропит На первом месте Ну если говоря На стадии пика банов Как вот я отмечал Что Взяли дровку С ним можно будет Как-то подпушить Хотя пик у Вэй Не пушащий Пик такой На тимфайты Случать как у Ихоумкин У них и Фантастический тимфайт Да опять таки За счет Вайда И Леона Как раз таки Много контроля И пуш у них Очень хороший И Бон Флетчер И Дэд Кропит Ну конечно Очень хочется увидеть Да ладно Его отпускают Серьезно? Да сейчас Что Бон Флетчер На развороте Можешь что-то придумать У него в спине есть Элдор Ситан Конечно контроль Такой себе Но Все пока спокойно Внизу Тем временем Первая хрансфера На Джентоке Вот немножечко Ошибся Мунлайт Мунлайт Просто растопешивается Нужен Соник Вейф Нужен Соник Вейф Шайник не заметил А может быть Посчитал Что просто не убьет На топе Тем временем Проблема у Джадди Джадди Попытка растопешить Ну это-то никуда Не улетит Там очень много урона Дэд тропят Под дабл дэмэджем Ну и можно здесь уже Вторую вышку Для своей команды Забирать И Хоум Кин Им на такое решение Принимается Даже Экзорцизм Подключаются На Т2 пойдут Конечно Бомфленчер Здесь макшенные стрелы И блайтстоун есть С другой стороны Вейте могут Принять бой У них есть Соник Вейф Что по Фениксу Феникс Эх Здесь конечно Еще далеко Очень до 6 Ну и Тавр пробили На пол столба На этом хватит На этом хватит На мне все-таки Зря экзорцизм Прожимали Может быть так На Верочку Как говорится Леон Немножко не хватит До 6 левела Саппорта Команды И Хоум Кин Ну то По Прошествию Первой встречи И вот Во второй игре Мы уже с вами Посмотрели 10 минут Давайте посмотрим На графике Так Отставить Отставить Магазин Да что Что ты включаешь По графикам 3000 За И Хоум По Иксперинцу Также Двушка Так вот Можно уже С уверенностью Сказать Что в данной встрече На сегодняшний момент Они выглядят Посильнее Объективно говоря Посильнее Вей И что объединяет Что первое Что вторую игру Да у нас герои Большинство Разные Но концепция Что с другой стороны Одинаковая То есть И по прежнему Есть с одной стороны Войт И с другой стороны Огромное количество Замедлений И такой себе Контроль И вот пока Мы видим Что Ребята С Войдом Чувствуют себя Вполне уверенно Дроу Рейнджер Левел 8 Хотят выйти на Войда Джади Есть ультимейт Да Накинули Дум Здесь еще Сандрайт Но минус Войт Здесь конечно Без шансов Для Монлайта Но с другой стороны Дум потрачено Войт появится Через 30 секунд У Войда Из хрансфера И можно как-то Со смока Войт Что-то придумать А тем временем Здесь уже Смолк От Бунфлетчера Леона Передвигаются Они в центр Ну конечно Нужен какой-то Соло-таргет Интересный Ой Там какой Радар-то Хороший От Вей Находит Феникса Но Феникс Это же не та цель Феникса Нужно застанет Минус Феникс Быстро избавились От Лайта Здесь уже Джадди Находит Бунфлетчера Что по Соник Вейву Есть Соник Вейв Есть Соник Вейв Квин оф Пейн Шайнинг Разлом От Титана Разлом никому Прекрасный проказ От Шайнинга Но этого мало Бунфлетчер уходит На лоу хп Бунфлетчер под даггером Бунник живи Бунник Живет Да Бунник живет Лоу хп Остается Окей Рекомандую Холм Кин Там тем временем Все-таки отправляют Автоверзан Дэд Пропит И Кин оф Пейн Хросфера По Юр Спириту Юр Спирит Живет Мунлайт Под Сан Рэем Мунлайт Под Гастом Мунлайт Мунлайт 70 кп Союз с вами Дану Несенний таймболк Проживает И баш С первой тычки По Лайту Даблки Для Бунфлетчера Вернулся В игру С Хавл Крипа Байбай Котор Спирита Какие же Жесткие Китайцы Не жалеют Ни себя Ни тиммейтов Да Бодрый замес Минус 4 у Уэй И минус 3 у Кихон Кин Верс Перец Пошел ли он Ей Стан Ну и Ну Фингер конечно Придется тратить Да Хекс Может был не тратить Ну как говорится На верочку И у Леона Кси говоря Таким тембрюс Скоро пойдет уже Блинк Даггер И если еще На сей раз Монлайт пошел Первым айтемом Не Какой-то хут А приобрел себе В Ладвер Ну разумеется Игра другая Здесь и нет Кирвина Мансера И нет Того самого лютого Мэджик Прокаса Как было в прошлой игре Здесь неплохо Заходит В Ладвер Да Конечно Вот в прошлом замесе Монлайт Просто Какой-то фартовый парень Выжил на Семь СВП Прожал Тайм Волк Тайм Волк Прохнул с первого удара Максимум импакта Ну вот По товарам пока Проблема Увей То есть У них В пике Дроу Рейнджер У них Три героя Семинальной Рейндж-атакой А вот Товар Они никак не могут Забрать А это же все-таки Бабки 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 Вот мы смотрим По графикам Преимущество У Ихон Кинта Растет Почти 5 По голде Но он По экспириенс Еще Пока Не такое большое Отставание Монлайт 15 секунд Ихон сферы В Дэд Пропе Также скоро Появится Экзорцизм Ну а тем временем Вей в смоке Такая погоня За Бон Флетчером Джадди Джадди Просветили здесь Бон Флетчера Бонник убирает Потому что Соник Вейв На него потратили Чтобы уж точно Его никто не спас Ну вот Медасик подъехал Для Дума Не знаю Насколько он здесь Будет актуален Но в любом случае Если игра затянется Да То конечно Он себя Окупит Феникс отъехал В таверну Фениксу здесь Конечно Тоже бы Хэнд оф Мидас Не помешал Но два Мидаса Наверное Будет все-таки Жидноват Но мне кажется Вот и подъехал Блинк Даггер 14 минута На саппорте Добрый вечер Добрый утро Конечно же Дайер Товерна На саппорте Уже На саппорте И в принципе сейчас популярно, что любой герой с центральной линии, у которого есть хоть какой-то проказ, ну в целом на команду заходит неплохо. В том тем временем Аигис подъехал для ДП, разумеется, с экзорцизмом. Должны это понимать Виаян, ну и Тавр. Тавр они забирают. Мунлайт, как четко отыгрывает здесь Earth Spirit, не получилось. Войду по сайфрансферу, два Сифона. Успевает дать блин Квин оф Пейн. Джадди. Джунтоки под станом. Сифон в Дроу Рейнджер. Дровку ни в коем случае не затеряет. Дроу Рейнджер умирает. И это всего лишь малой кровью. Это просто малой кровью отделались ребята из Виаян. Поставь в том моменте ему Лайт Франсферу. Либо же Earth Spirit не дал, если бы не дал хороший камень. Там бамп полегли бы. В большом количестве. Но очередная вышка. Это уже третий тавер для Ихон Кин. Что у нас там по Боннику? Бон Флэйчер начал ромить в этой игре достаточно рано. Только вот появилась в игре команды Хоум Ким. ПТ. Там Блайтстоун или еще что-то. Ну, разумеется, да, это будет Дизольт. Причем Дизольт уже готов. Да, летит второй молоточек. Так вот, появилась ПТ, Аквилла. Суаринг все начал. Здесь первая позиция Хоум Ким передвигаться по карте. Ну, как мы видим, Плодейцы приносят топовый Нетворс. Ну, вот и что делать дальше? Разумеется, у ДП Экзорсизм скоро откатится. И пойдет вперед. Дайр. Млайт. Ворвался. Трансфера. На Шайнинга. А где пацаны? А вот и пацаны. Ста. Ну и минус ДП. Приходит Джадди. Кинул Дум на Млайт. Разумеется, Дум потрачено. Феникс раскрывает яйцо. Ну, ДП можно пожертвовать. Там все-таки есть Аегис. А вот Бон Флетчер. Большие проблемы. Бон Флетчер. Магнетайз. Неплохо. Боник. Боник должен отъезжать в таверну. Бон Флетчер минус. Леон забирает Орд Спирита. Убили ДП. Но это всего лишь Аегис. Джентоки. Пытается здесь как-то на Хитон ранить. Дэдпропит. Но Дэдпропит под Сифоном. Отхиливается очень людо. Миттер команды Хоум Ким. Ну и... Все-таки минус ДП. Разлом. Пошел от Титана. Но об этом мы поговорим немножечко позже. Неплохо. Стан по двоим. Лайт. Феникс. Феникс умирает. Ну Джадди рядом. Ну Джадди подстанет. И здесь Леонова. Растопешиться не было возможности. Не было маны. Но Квин оф Пейн сегодня Квейл забирает. И... Да ладно. Совсем немножечко не хватило Элдор. Титану. Но именно Квин оф Пейн, конечно. Чтобы забрать его. Элдор Титан успел. Растопешиться. И этот шарик. Его, разумеется, уже не убивает на фонтане. Так вот. По поводу Элдор Титана. Если мы сейчас посмотрим. 10 ассистов. Конечно же. Есть у... ДжДА. Ну что такое ассисты для Элдор Титана? Да. Это не проблема. Собственно. Как и для любого героя. Скажем так. С Рейдинса. Другое дело. Здесь все-таки Элдор Титан полноценно заходит под... Так. Нужен Саленс. Нужен Салли. Есть Саленс. Ну и пошел фокус. От Бон Флетчера. Шайнинг все-таки улетает. Или найдут. Опять задовка. Шайнинг. Ладно. Не заметили. Да. Сформы не дают вижен. Сформы не дают вижен. Вот такое вот интересное решение. От ТВ его мидера. И первого майнтема взять себе Блэйд Мэйл. Да. Папочки из-за такой бы сразу зарепортили, если у тебя Крин оф Пейн берет БМчик. Но это вам не папчик. Так вот по поводу Элдор Титана. Разумеется, как отмечалось ранее, этот герой здесь шикарно заходит как раз-таки под хрон. Да. То есть дать свой паракас под завершение франсфера и тем самым продлить свой контроль своей команды еще там в два раза. Пока толком еще не было этого видно, но пока и так все получается. Леон. Ну, жду здесь Леона на сентрике. Понимаешь, что где-то мы поставили второй сентри, увидели Леона, есть газ, но и Леон умирает. Там тем временем подъехал Шадо Блейд для Дума. После Хэнд оф Мидоса на нижней линии. После Хэнд оф Мидоса, ну вообще не самое лучшее решение, да, возможно, был бы смысл собрать какой-то Блинк Даггер. Все-таки Джадди здесь имеет очень важную роль. Если Дум инициирует первым, инициирует какую-нибудь там Дэв Проппет, либо же Фейслис Вайда, то, соответственно, замес для Авиа Ян приобретает совсем другую окраску. Ну, посмотрим, может быть, и Шадо Блейдом получится. А у нас все время подъехал второй Хэнд оф Мидос, на сей раз для Элдер Титана. Ну, два Сантрека лучше, чем один. Что уж тут сказать. Блинк Даггер есть у Монлайта. Ну, разумеется, и Хомкин в Смаке. Очень аккуратно, есть Рейв на Джентоке, есть Разлом, ну и Джентоке отсюда отъезжать. Даже на всякий случай Хроносверу скрывают, и причем, обратить внимание, не зря попадает туда Феникс. Как Феникса здесь подловили очень красиво. Ну, здесь нужен был не то, что какой-то Санрей из 87-го патча, а какой-то суперкрутой Санрей, чтобы выхилить своего кэри под таким фокусом. Сделать, разумеется, было это очень сложно. Минус два у Виа Ян, и они теряют очередную вышку. Ну, товара будут падать еще быстрее. Тут Кидзоль Бон Флэйчера. Или будут драться, Джадди, Шадоу Блэйди, есть Телепорт, видит Мунлайта. Зачем Мунлайта? Он же добавил Хроносферу, окей, ну вы убьете Вайда. Что, или будут драться за Вайда, Мунлайт минус. Окей. Минус Феникс. Ну, а что может сделать эта Квин оф Пейнт с Блэк Бейлом? Ребята, что вы творите? Это минус Верспирит, даблкил для Бон Флэйчера. Что происходит в этой игре? Не, ну обалдеть. У тебя мидер с Блэйд Мэйлом. Вы там куда-то врываетесь. Ну, потеряли Тавр, да, там, соберитесь, разбейте Смолк, найдите одного-двоих, дайте в него воин, отойдите и переждите Аегис. Ну, изи же ж. Даже несмотря на Блэйд Мэйлы первым артефактом. Что она соберет дальше? Башер? Просто вот так вот... Все, давай сейчас посмотрим, как здесь отъезжает Таверна Джентоки. Хотя, что здесь смотреть, неинтересно. Понятно, что без шансов, конечно же. Вот так вот, если подумать здесь, что не собери для Квин оф Пейн, будь то Блэйд Мэйл, будь то Аганим, так или иначе тебе придется стоить в хроносфере. И тебе нужно, ну, придется как-то переживать про каст. Очевидно, что, наверное, большое количество жира поможет тебе увеличить твою вероятность как раз-таки пережить эту хроносферу. Ну, не Блэйд Мэйл точно. Да, у тебя есть в спине подкрепы в виде Феникса. Если у него все будет хорошо, если он не будет под контролем, возможно, у тебя этим с Андреем выхилят. Но, как мы видим, демиджер залетает сейчас уже очень много. И, там, Леон Солянова с своим вторым фингером. И, соответственно, Бонфлетчер с Дизолем. Таких не прощают. И сейчас Мунлайт скоро сделает очень грязную вещь. Буквально ему нужен еще... Ну, да, один Тайволк, Блинк Даггер, он накрывает троих. Просто нужно прочитать ситуацию. Такой вот вижен у Мунлайта. А здесь уже Earth Spirit. Со всех сторон Бонфлетчер расстрелит этот бедный Тауэр. Ну, последним у них вышка остается у Виоян. То есть, драться они не умеют. Драться у них не получается. По позиционке они также проигрывают. По макро решениям они также проигрывают. По графикам у них... Ну, Габелла только начинается. 5000. По экспириенсу 5000. Конечно, это не такие цифры, как было в предыдущей игре. Там на 24 минуту было 12 тысяч. Но они по-прежнему играют вторым номером. Мунлайт, позиция, готов рваться. Прекрасная хроносфера по двоим. И пошел прокаст от Элдор Титана. То, что мы ждали все 24 минуты. Как же это много урона, но... Минус 2. Хех. Не, вообще, конечно, смотрелось эффектно. Что есть, то есть. И эффектно, и эффективно. Но только... Дровку-то не забрали. Дровку не забрали. И, самое главное, тиммейты... Основные ДПС-то были далеко. То есть, под этот контроль, да, какой-нибудь был Флетчер с ДП. Было бы, да, хорошо, красиво. Так получилось невнятненько. Но вот он второй, Хенд оф Мидас. Подъехал у Феникса. А у нас сколько? Только три Мидаса в игре получается, правильно, да? Раз, два, три. Верно. Ну, тем временем, у Квиннов Пейнт появляется сейчас уже Аганим. И здесь уже будет, сколько там, 1400 ХП. Под Блэдмейл это уже смотрится вполне неплохо. Это я к тому, что, возможно, как раз таки был смысл Аганим собрать первый, нежели Блэдмейл. Может быть, Блэдмейл вообще не стоило собирать. Ну, не знаю. Такое себе решение. Одно дело собрать какому-то танку, который идет вперед, и у него нет возможности передвигаться. Ну, не обладает он мобильностью, да, там, какой-нибудь Бристлбэк. Бежит, плюет соплями, там, разгоняет себя Бристлбэками. Не все, никак. Ему, да, еще куда не шло, но Квиннов Пейн. Но, с другой стороны, у Квиннов Пейнт извечная проблема, то, что она блинкуется в один конец. Да, и даже если вариант, то, что здесь четвертый блинк, КД 6 секунд, все-таки, попадая здесь Шайнинг под Тайм Делэйшн, Вайда, здесь хоть четвертый блинк, хоть первый блинк, хочешь не хочешь, ты не сможешь. Улетать. Интересное, конечно, решение. Джентоки. Джентоки умирает. Вообще, дровка, конечно, плотная. Дровки Саши Яшин, Драгон Лэнс и, я уверен, и Хурикен Пайк увидим. Ну, и БКБшик, разумеется, также будет собираться. Вообще, Пику, да, в этом патче апнули, будь здоров. Там, конечно, порезали. Еще раз посмотрю, чтобы не ошибиться. По поводу пики. Бонусная дальность атаки увеличена на десяточку. И, да, активное применение дает 100 бонусной скорости атаки. Там порезали Драгон Лэнс немножко, а именно сила ловкости уменьшена на один. Ну, и, соответственно, Рэнджу на десять увеличивает. Но, в любом случае, айтем очень крутой. Минус ДП. Ну, Джадди Диципе не получится, нет хроносферы. Ну, и Тайм Белэйшн, Дис Монлайт не попадает. Ну, ничего страшного, в любом случае, для Ихон Кин не происходит. Да, потеряли мизера. Ну, на расстоянии, там, двадцати восемь минут капли в море. Все-таки здесь, для того, чтобы Виаян вернуться в игру, нужно очень многое совершить. Ну, во-первых, банально хотя бы постараться забрать товара. Все-таки они имеют всего лишь один тавер. Именно у него и маякуют 700 хп. А у оппонента еще четыре вышки стоят. Это деньги. Деньги, которые так необходимы. Здесь уже БКБшечка подъехала на левел пятнадцатый. Я даже боюсь гадать, что дальше будет у Бон Флетчера. Но ему здесь все, что угодно можно. И какой-нибудь там арщит маляволенс, потом блокторн, и просто криты. Что хочешь, собирай. Да, у него здесь, конечно, какой-нибудь арщит. Он бы сейчас этого Феникса забрал в Селенола. Ну, пацаны подтягиваются. Подсветили Ор Спирит и минус Ор Спирит. Ой-ой-ой-ой! Как же ему прокает! Обалдеть! Феникс улетал на Икарусе. Сразу таймлок с первой тычки. Ну, на всякий случай, еще Хрон раскрыл. Жесткий, жесткий. Скажи, где покупал аккаунт. Я куплю тоже. Персеверенс подъехал. Ну и что это у нас будет? Линкенсфера, конечно же. Ну, здесь все понятно. Зачем и почему. Джадди. Минус Леон. Ну, тем временем. Игра-то у нас немножечко затягивается. По чуть-чуть совсем. Тем временем находит Шайнинга. Ну, если бы здесь Элдер Титан просто в Соляново забрал бы Кин оф Пейн, можно уже было бы левать. Ибо было близко. Ну, как мы видим, как раз-таки наличие Аганима и Ultimate Warp дает тот самый необходимый жир, чтобы Кин оф Пейн уже не бегало, не прыгало таким куском мяса. Как это было минут 10-15 назад. Так вот, по поводу того, что игра затягивается. Здесь все-таки есть и плюсы для Ауэй. Не будем забывать, у них два хэндов минуса. И да, Феникс приобрел себе еще совсем недавно его. А вот у Дума здесь работа идет, будь здоров. Там и Шадоу Блейд. Там и Блэкен Бар. Ну и Джадди. Джадди ведет ДП. Джадди. Успевает прожать БКБшечка. БКБшечку находит Леона. Минус Леон, тем временем. Бон Флетчер убивает Феникса. Ну, разумеется, Верспирит отсюда никуда не уходит. Ну и того, что мы имеем. Минус 2. Увы, даблкил для Бон Флетчера. БКБ потрачено у Дума. Ну, не знаю, ребята. Нет, это не будет Линксфера. Это будет у нас Лотус Ворг. Ну, не у нас, у Флетчерс Вайдан. Да, и Лотус Ворг, который... Скоро будет готов. Топовый Нетворс за Бонником. Бонник 3800. Меня больше здесь интересует краски, что будет Бон Флетчер сыграть. Какой-нибудь Скадди, наверное, ему не так необходим. Джиро у него здесь хоть отбавляй. Джадди также умирает. Я не знаю, что происходит с Вей. Даже хочется сказать не с Вей, а с Вейв. Потому что действительно, они в эту игру, что в первой, что в второй катке, играют волнами. Вот первая волна надвигается. Их ом зафармили. Отпушили. Играют дальше. Ну, и заходят на рампу. Под Экзорцизмом. Под Дизолем. Строение паза очень быстро. Прожимает Глиф Фортификэйшн. Нету байбэка у Дума. Это минус две стороны. Наилегчайшие. Дэд Пропит. Как ее остановить? Непонятно. Бон Флетчер. По-прежнему с Айегисом. Порвался. Эр Спирит. Неплохо. Соник Вейв. Прекрасно. Минус Войт. Феникс. Минус Феникс. Там уже минус три Уэйхоум. Мон Флетчера убили. Но это всего лишь Айегис. Боника не должны отсюда отпускать. Элдер Титан. Но Элдер Титан ничем помощи не может. Разве что вот так вот останется. Но Боника отсюда не отпустят так точно. Еще Элдер Титана могут убивать. Ждя аж отсюда улетают. Итого минус пять у Уэйхоум Кинг. Казалось бы, ситуация, которая нереально была за руин. Просто нереально. Без Дума они все это сделали. Обалдеть. Дума только сейчас раздуплился. Вот она Дроу Рейнджер. Герой, которого если не фокусить. Две восемьсот урона. Пайдэ Камбэк. Пайдэ Блэйд Мэйл. Ну и вот они пошли товара. Разумеется, это два здесь должны забирать. Поджимается Глиф Фортификэйшн. Боит будет через пять секунд. Появляется уже Хекс. Вот это круто. Хекс у Китов Пейн. Согласитесь, когда... Многие же, когда увидели в этой игре... Давай сейчас посмотрим. За моментом онлайн по Думам. Соник Вейп, онлайн минус. И Тавар, они все-таки должны здесь забирать. Должны. Минус вышка. Так вот согласитесь, когда в такой игре, где вот в первой катке вы проиграете за 36 минут, и во вторую игру они до сих пор ходят, но уже неплохо возвращаясь. Немножечко попозже мы посмотрим графики. Когда первым артефактом, вы видите, на Кин оф Пейн Блэйд Мэйл, но... Больно и грустно становится. Потому что одно дело, когда этот артефакт еще вносит какой-то свой импакт, а с другой стороны он себя вообще не реализовывает. Ну да ладненько. 23-27. Вейс сокращает отставание своих оппонентов. По графикам они отыграли практически все преимущества. И Хоум Кин по экспириенсу вовсе выходит. Их пик уже начинает набирать силу. Как раз таки сейчас актуально как никогда именно накрывать хроносферой и убивать дроу рейнджер самый первый, потому что этот герой, посмотрите, почти 350 с руки, там рейндж, сколько здесь, дальность атаки 765. И когда появится пика, если она будет до Джунтокки, то добраться до нее будет просто нереально. Что там летит у нас интересного? Мне показалось, сейчас бы Пурмэншилд купить на 35-й себе. ТП-шечка, конечно же. Ну что, и уже и Хоум Кин играет вторым номером. Последняя вышка остается в Ихоум. Потому что Боттом Тауэр уходится. А это камбэч еще. Да, это будет Блатторн. Возможно, вот этот вот айтем билд может сыграть свою злую шутку для Бон Флэчера, но уже в принципе сыграл. То есть появились здесь первым артефактом как раз не Дизоль, а Арчит, ну соответственно, был бы уже Блатторн. Возможно, игра бы уже закончилась. Потому что если мы говорим о каком-то Пуше и Хоум и так, здание ломает, будь здоров. Одной ДП с головой достаточно. Все-таки на рампу зайти не получилось. Поэтому фейл. Наход Шайнинга. А он здесь уже Арчит. Ну и ты с этим ничего не поделаешь. Если же хочешь, не хочешь, придется тебе собираться какой-то Ю, какой-то Блэкенбар. Ну и самое главное, Бонни, кто забирает стрик. Бон Флэчер застрелял 15-4-7. Кэри команды и Хоум Ким. Ну вот там появляется Блаттор. Чем на софете Дровка? У Дровки 5500 на руках. Может быть какая-нибудь Монта? Джентоки. Ох, как будет больно сейчас! Ну не, не. Такой не переживается. Сори. Здесь слишком жадно сыграли и Хоум. На Верочку. Ну и соответственно. Они идут за байбеками. Квин оф Пейнт появится через 20 секунд. Дровка будет через 60 секунд. Или же все-таки не пойдут? Хроносфера 70 секунд. Дэд Пропит. Экзорцизм есть. 3500 на руках. Смотрим мы по байбекам. Но здесь все хорошо. Глиф Фортификейшн. Также присутствует Вэй. Ну, смогут ли они потянуть 40 секунд? Вот в чем вопрос. Есть у них спелл. Но Дровке придется. На все-таки делать байбек. Как пошел. Дум все-таки пытается здесь Вэй как-то развлекать. Дум на Боника. Ворвались на Титана. Титан под Лотусом. Минус Earth Spirit. Вот он байбек от дроуна. Уже поздновато. Ну и что и Хоум Кин. Будут ли драться? Решает просто отойти. Хотя, конечно, можно будет подраться на развороте. Очень много ультимейтов потратили Вэй. Ворвался Леон. Не получилось никого зацепить. Здесь уже Муллайт. Муллайт хронует через 30. Он может просто так ворваться. Ворвался. Неплохо. Здесь уже два сифона. От Смайлика. Шайнинг. Фингер. По Queen of Pain. И только сейчас прожимает Блэдмейл. Минус Queen of Pain. Queen of Pain. Без байбека. Мы потеряли всего лишь 1 миллиона и Хоум Кин. Есть глиф ферсификацион. Бараки по-прежнему стоят. Фокус по Джентоке. Джентоке не в коем случае нельзя умирать. Он без байбека. Но и миличный барак здесь все-таки забирают. Пацаны из Хоум Кин. Ну и своей цели не добились. Более того, они шли просто забрать сторону. А в итоге они забрали двух героев. Более того, и Draw Ranger сделал еще и хэббек. И просто пятилетку выполнили за один год. Молодцы. Ну и в свою очередь, конечно, большой фейл от Вэй. Они действительно хотели сыграть очень, может, кому-то показаться жадно. То есть они перенимали бой до барак, чтобы не было там никакого суицида от Бонника. Ну и, соответственно, всячески пытались выиграть время для дровки. Ну, ворвался и Бола мясом. Мясом его отправили в таверну. Дровка, байбек. Ну, короче, кисленько. Кисленько все у них получилось. Третий Рошан для Ихоум. Что у нас там по сыру Аегис? Аегис для ДП и сыр для Влази. Тауэр уничтожил. Ну, только я буквально минут пять назад похвалил, восхищался игрой Вэй, как они... Блин, ну взяли и закинули все. Ну, как так-то, ребята? Видит Вер Спирита. Вер Спирит. У него Гост. Да, именно это как раз-таки и... Не дает Клинксу раскрываться. Может, конечно, диффуза здесь собрать. Сейчас вместо своего ринга какого-нибудь с другой стороны эндгейм уже очень близко. Уже очень близко к завершению. Сейчас бы за Крабу без Иула сыграть. Ну, как мы видим, пока... Здесь не то, что индивидуально какие-то проблемы у ДП. Если мы в целом говорим о движении вперед, вообще командно Марки Хоум Ким. Пока, вот как мне кажется, они движутся в грамотном, в правильном направлении, да, временами закидывая. Но вот обратите внимание, все-таки диффуза берет себе Бонюк. А сколько там Гостов? Два Госта. У Эр Спирита и у Феникса. Ну вот еще Вэй нужно потянуть минуты в десять. Не будем тянуть, разбиваем Смок. Лайт. Ох, как прекрасно сыграно! Это минус Дум. Думу должны убивать Фингер, да. Дум такое не переживает. Наход Шайнинга Блейд Мэйл. У него уже закончился. Минус Квин оф Пейн. Это минус три уже. У Я и Ян оба героя. Все герои без байбека. Минус Феникс. Ну и что ты, что ты поделаешь с такой командой, Джинтоки? Ну не знаю, просто дай бог терпения тебе. Это был ганг на миллион. Вот честное слово, просто ганг на миллион. Вы проигрываете, вот до этого момента они проигрывали, ну вот около там трех-четырех тысяч, да. Отправляется Смок, когда у соперника Сыра Егис Смок по таку влез в свой слоу граунда на хай граунд вчетвером. Причем, Джадис Паул Смок, несмотря на это, он по-прежнему идет вперед. Ох, да, это ГГшечка. Не знаю, лично я до последнего верил, что Вэй вернутся в эту игру и у нас будет боевая ничья. Ну а так у нас оказалась боевая, очень уверенная и интересная, хорошая победа и Хоум Кин. Господа, мы с вами смотрим китайскую доту. Китайская дота, которая сегодня только-только начинается и набирает свои обороты. Дальше у нас по расписанию следующая игра ВИЧ Гейминг Ребон против ИХОМ Лиминосити. Игра, которая по расписанию должна начаться через... Сейчас скажу сколько... Через 30 минут, что там пишут. А китайцы пишут, что уже готовы. Ну, готовы лобби, да? Соответственно, у игроков, у этих команд сейчас матчей нет. У игроки, соответственно, тоже готовы. Поэтому у нас сейчас музыкальная пауза будет где-то минуток 5, может максимум 10. И мы с вами врываемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!